Итак, начинаем с постов Библии, которые длились всего один день. Итак, мы с вами первое прочитаем место из Библии. Сегодня мы будем с вами читать много из Библии. И наша задача, чтобы сегодня то, что мы будем читать на тему пост, чтобы это было примером для нас, чтобы мы на основании Библии брали для себя примеры. Итак, третья книга Царств, 21 глава, с 27 стиха, там идет речь о одном царе, которого звали Ахав. Я помню, в детстве я еще плохо знал Библию, но я знал, что Ахав, он плохой. Вот просто так по-детски помню. Много натворил беды и шкоды. И в Библии написано, что он был один из самых нечестивых, самых грешных царей. И вот, что написано в Библии. «Выслушав все слова сии, кто же с ним разговаривал?» Это был Илья. Ахав разодрал одежды свои, возложил на тело свое в речище, и постился, и спал во в речище, и ходил печально. И было слово Господня к Ильи. «И сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мною Ахав, за то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни». Давайте с вами обратим внимание, какая была цель поста у этого человека. Если вы посмотрите и почитаете эту главу в Библии дома, цель была одна и единственная, и очень редкая, уникальная, глубокая, просто покаяние. Цель поста у этого человека было покаяние. И все. Никаких просьб, требований, нужд, просто человек решил покаяться. Какой же мы можем взять для себя пример из этого поста в Библии? Я первый признаюсь, никогда в жизни не постился просто из-за причины покаяния. Признаю, что в своей жизни я каялся много раз. И каялся за грехи, возможно, и серьезные, не такие просто мелкие. Но никогда в жизни не знал и не думал, и не пробовал брать пост только с целью, «Господь, я каюсь». И как символ доказательства того, что я каюсь, осознаю, я беру пост. Это была вот эта одна глубокая причина этого царя. Написано в Библии, что не было еще такого, как Ахав, который бы предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. И заметьте вот что еще. Человек в жизни идет и делает всегда выбор. Этот человек грешил, и сегодня мы иногда грешим, кто-то живет в грехе, но Бог человеку посылает навстречу возможность. Бог посылает навстречу уникальный шанс для покаяния. Бог посылает либо проповедника, либо маму, либо телевидение, либо подкаст на телефоне, что-то, что тебе скажет, остановись на своих путях. И у нас всегда есть выбор. И вот в жизни этого человека тоже появилась возможность. Он услышал о том, что он неправ, неправильно живет, надо меняться. Этот человек принимает это в свою жизнь, и он выбирает покаяние такого глубокого уровня, и он кается и смиряется перед Богом. Может быть, вы знаете, что что-то не в порядке в вашей жизни сегодня. У каждого из нас всегда есть выбор, как на это реагировать. Один выбор – игнорировать. Второй выбор – к этому привыкнуть. Третий выбор – каяться. И вот то, что говорит сегодня нам Библия. Вы знаете, что, возможно, у нас есть какие-то грехи, которые мы не можем от них избавиться, есть привычки, которые мы не можем победить. Есть, возможно, родственники, о которых мы молимся уже много лет, но покаяние не приходит, или качественного покаяния не приходит, или вы уже знаете, что ваш друг, родственник, он уже каялся, и не раз каялся, но не было толкового, глубокого результата. Есть еще один вариант – пост. Есть покаяние, есть несколько раз покаяние, но есть еще один вариант – пост, который влияет на небо, который влияет на Бога, который влияет на качество покаяния. Оказывается, покаяние тоже может быть разного качества. И в итоге, в результате, Бог реагирует, и Бог отменяет решение, которое было сказано самим Богом через пророка Илью, чтобы навести беду и наказать за грех Ахава. И причина, Бог говорит, посмотри, как он смирился. Вот просто то, что Бог заметил, посмотри, как он смирился. Богу нравятся смиренные люди. Мы это знаем из Библии, что Бог смиренным дает благодать или милость. И это один из примеров из Библии. Второй пост, который мы сейчас с вами посмотрим, он записан в книге Ездра, 8 глава, 21 и ниже стихи. Там написано есть так. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога, смириться пред лицом Бога нашего и просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего. И так мы постились и просили Бога нашего о сём». И дальше очень интересно. «И Он услышал нас». Как приятно читать вот этот конец стиха. «Мы постились, и Он услышал нас». Смотрите, в этом посте из Библии приводится сразу несколько примеров и несколько целей. Покаяние, нужда, о детях, о благополучии материальном. Но с чего всё начинается? Начинается всё с смирения и покаяния. Из всех постов, которые мы с вами рассмотрим, а их около 20, вы увидите, что в основном всегда, большая половина всегда идет «Начало поста покаяния и смирения пред Богом». Добавлю ещё одну деталь, что в основном постились же люди верующие. Это же не были безбожники, это же были верующие люди, которые верили в Бога. И оказывается, что, наверное, важно или, точнее, полезно для верующих иногда тоже каяться, иногда тоже вспоминать, думать, в чём, возможно, мне надо покаяться. И вот во время поста здесь Ездра, он собирает народ, чтобы смиряться нам пред лицом Бога. Первая цель – смирение, а затем идут нужды. И дальше, какие нужды? Очень такие житейские, похожие на наши. За охрану в пути. Здесь говорится о охране. Вы знаете, мы же тоже часто ездим на машинах, летаем на самолётах. Это нормально. Просить Бога, а иногда даже поститься за охрану в пути. Дальше здесь в Библии говорится о том, что он постился, и люди постили за детей наших. И здесь мне нравится мысль, которую говорил тоже наш пастор, что мы за детей поститься будем. По-любому. Первый вариант, когда они ещё маленькие, просто так постимся за них, за их охрану, страх Божий и благословение. И второй вариант, за них постимся по-любому, чтобы Бог освободил от наркомании, от алкоголя, вернул в церковь, спас душу и так далее. В любом случае будем делать. Вопрос, когда? И что легче? Поэтому здесь Библия тоже обращает внимание, что о детях наших, о семье нашей можно молиться. Мне ещё нравится этот пример в Библии, потому что здесь говорится очень много о нашем простом, таком житейском, семейном примере. Здесь говорится о детях, о охране, и здесь говорится о материальном благополучии. Написано, и для всего имущества нашего, для всего нашего имущества, Божий благослови. Благослови. Благослови все, что мы имеем, чем мы владеем, благослови. Оказывается, что в Библии мы видим, что можно молиться и поститься за финансы, за бизнес, за материальный успех, за хорошие сделки клиентов и так дальше. И в нашей церкви уже на этой неделе было несколько бизнесменов, которые брали пост именно с этой целью. И я вдохновляю вас и благословляю. И на основании Библии мы сегодня видим, что мы имеем право на это, чтобы так делать и поступать. Слава Богу за это. И как результат этого поста написано в конце, Бог ответил и Бог услышал. В чем же пример для нас? Когда мы в нашей жизни последний раз постились Богу о нашем бизнесе. Когда мы в нашей жизни последний раз постились о наших детях. И можно этот перечень продолжать. Но цель одна для всех нас не просто читать истории, но брать примеры. Не просто читать, но брать примеры. В свою жизнь. Потому что в этом есть благословение для нас. Слава Богу за это. Третий пост. Неемии 9 глава. С 1 по 3 стих. Написано там в Библии, читаю. В 24 день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и вовречащих, и с пеплом на головах своих, и стояли на своем месте. И стояли на своем месте. И четверть дня, делайте математику, четверть дня читали из книги закона Господа Бога Своего. Продолжаем математику. И четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу Своему. Вот расписание поста в Библии. Книга Неемии. Знакома для нас всех история. Собрались все. И что они делали во время поста? Первое. Они стояли. Написано, стояли на своем месте. По-другому, если вы больше вникните и почитаете другие еще переводы Библии, они ничем другим не занимались. Своими такими житейскими делами. Они стояли. Дальше. Они что делали? Исповедовались и каялись. Это для нас уже знакомо, правда? Мы только на третьем примере в Библии. Только три. А мы же сказали, их восемнадцать. И все посты. Покаяние, исповедание. Да, были нужды, но покаяние, исповедание. Профилактика для христиан. И дальше исповедовались, исповедовались и читали закон. В наше время читали Библию. Вникали в Слово Божье. Но здесь еще данные конкретные цифры. Четверть дня. Я не знаю, какой у вас день. По длине, в часах. В зависимости, кто сколько спит. Но если взять 10-12 часов, делите и находите ответы. Сколько часов? Часов, не минут. Люди просто читали Библию. Читали, вникали в закон. И дальше. Столько же времени уделялось, чтобы поклоняться Господу Богу. В некоторых английских переводах написано поклонялись, славословили, благословляли Бога. Итак, не забудьте, во время поста, даже во время нужды, прославлять Бога и благодарить Его за то, что вы находитесь в такой ситуации. Мне кажется, что это сильно, сильно влияет на небо, потому что это наше доказательство на словах и на делах, что мы доверяем Богу. И несмотря на то, что Неемия приходил к Богу в нужде, он все равно находил в себе веру и силу благодарить Бога. славословить Бога. И это было часами. Вопрос, как насчет нас? Когда мы приходим к Богу, как мы Бога благословляем во время нужды, когда мы постимся из-за нужды, сколько мы часов тратим на Библию и на славословие Бога. И, конечно, как результат восстановления разрушенного. Неемия, он был задан целью восстановить стену в Иерусалиме. Стены. И он восстановил. Есть еще один пример в Библии, где он также постился еще сам три-четыре дня. Но суть одна. Если в нашей жизни есть что-то разрушено сегодня. Разрушены, возможно, твои мечты. Возможно, разрушены твое здоровье. Возможно, разрушен твой бизнес. Разрушено твое духовное состояние. Возможно, разрушены, расшатаны твои эмоции. Возможно, разрушен ты внутри, как личность. Есть один вариант. Библейский пост. Библейский пост, который восстанавливает стены. Это был процесс. Это было долго. Люди мешали. Это нужно было за это стоять. Доказать себе и Богу Господь, я верю, согласен, буду делать. Но дальше. Какой результат? Какая победа? Восстановление приходит в жизнь. Восстановление возвращается в твой дом. Я хочу сегодня ободрить каждого, кто слышит. Если в твоей жизни что-то разрушено, помни, есть методика. Пост. Пост. Приходи к Богу в посте и молитве. Пробовал молиться? Молодец, слава Богу. Пробуй поститься. Это еще один уровень. Идем с вами дальше. Номер 4. Судьи, 20 глава. Там написано о посте, который совершали сыны Израилевы. Тогда все сыны... 20 глава, 26 стих. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий. И, сидя там, плакали перед Господом и постились в тот день до вечера. И вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом. Эту историю всю мы читать не будем, но я вам расскажу. Здесь, в этой главе, Библия говорит о том, что израильский народ искал у Бога руководство. Искал у Бога ответа. Искал у Бога его воли. Спрашивал Господь, нам идти на войну против колена Вениаминова или не идти? Как мы спрашиваем, Господь, мне заключать эту сделку или не заключать? Мне покупать этот дом или не покупать? Мне тратить сюда или не тратить? Мы всегда ищем в жизни свое руководство. И мы часто принимаем решения сами. И потом сами со своими решениями мы часто плачем перед Богом. Но есть второй вариант. Этот equation, это уравнение надо перевернуть наоборот. В начале плакать пред Богом, получать от Него руководство и потом пожинать результат. Когда в нашу жизнь приходит, а каждый день приходит, решение. Принимать решение и делать выбор. Но когда серьезно надо принимать решение, в материальном, в духовном, в физическом плане, в любом, в вашей семье, когда серьезно надо решение принимать. Совет Библии. Пост. Бери пост. И потом действуй. И потом получишь благословение. В этой главе в Библии описывается, как израильский народ приходил в молитве к Богу три раза. Первый раз они пришли к Богу и сказали, Господь, нам идти или не идти? Бог сказал идти. Пошли. Проиграли. Потерпели большое поражение. Погибло 22 тысячи израильтян. Второй раз приходят. Господь, снова, снова хотим помолиться. Снова пришли помолиться Богу. Снова идут. И снова провал. И снова погибло 18 тысяч израильтян. Приходят они третий раз к Богу. Разница в чем? Первый раз молились. Второй раз молились. Третий раз молились. И постились. Вот и все. Вот и все. Возможно, там были другие причины. Но наша тема сегодня пост. Вот маленькая деталь. Три раза приходили к Богу. Три раза, как мы все научены, помолились Богу. Но успех пришел только после поста. Вот почему стоит менять вот эти формулы. Наоборот. Вначале начинай с поста. И ты увидишь Божье благословение. Во всем этом я вижу много примеров лично для себя, в своей жизни. Вспоминая и сожалевая о некоторых решениях, которые делал я сам. Или делал просто с молитвой. Молиться это правильно и хорошо. Но я вижу другой уровень. Когда мы приходим к Богу и просим решения, и мы еще берем пост, а еще подключаем других. Тогда Бог действует по-особому. Слава Богу за это. Пятый пост. Первый отцарств. Седьмая глава. С третьего по шестой стих. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. И собрались в массиву, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря, согрешили мы пред Господом». Пятый пример из Библии, где совершался пост. Обратите внимание на начало. Пришли и цель. Покаяние, освящение, возвращение потерянного, очищение от других богов. Очищение от других богов. Вы знаете, что у каждого из нас в жизни есть Бог. Он может быть маленький, этот Бог может сидеть в телефончике. Но это Бог, которого мы любим, мы Ему поклоняемся, мы Его не забываем, мы с Ним дружим, часто встречаемся, общаемся, видимся. Это могут быть разные варианты. Но это Бог, не тот Бог Саваоф, которого мы верим, но это наш идол в жизни. Может быть, маленький идол, но любимый. И Библия говорит, избавиться от других богов. И пост, оказывается, влияет и помогает на это. Значит, я рассуждаю вслух. Наверное, мы уже пробовали от них избавляться, но до сих пор с ними дружим. Пост, оказывается, поможет, чтобы от них по-настоящему и точно избавиться. И обратились они, обратились весь дом Израилев к Господу. Это написано во втором стихе. Но дальше, в третьем стихе, в этой же главе написано, Самуил сказал, стоп, 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 народ. Вот, если вы всем сердцем своим обращаетесь, то тогда давайте от других богов, от идолов, от привычек. Мы уже обращались раньше. Это мы уже проходили. В прошлом году обращались, в прошлое воскресенье обращались. И в воскресенье снова будем обращаться к Богу. Не тот уровень. Нет, 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 давайте будем по-другому. Если вы точно хотите, если хотите всем сердцем, то тогда будем действовать по-другому. Вот почему мы берем пост. И вот почему мы осознаем, что можно к Богу, оказывается, обращаться на 50%, на 70%, на 30%, а можно на 100%. Вот почему Библия и Бог призывают нас, чтобы мы обращались к Богу всем сердцем. И, возможно, для нас Бог — это деньги, интернет, работа, люксовый стиль жизни. Правда, мы даже не думали, что такие есть идолы. А они есть. Вопрос к нам, если это относится к нашей жизни. И в конце, седьмой стих, в этой же главе говорит Бог и Библия, «И пошли филистимляне на Израиля». Вот это сюрприз. Если вы почитаете эту главу дома, Первое царство, седьмая глава. Собрались люди на служение, на собрание, для покаяния. Вроде хорошие, благие намерения и цели. Люди идут к Богу в посте. Раз жена попала в аварию. Раз дочка заболела. Раз пришло плохое письмо. Еще какая-то новость. Атака за атакой. Когда собрался покаяться, собрался поститься, Решил, я буду меняться. Я вам скажу примеры своей жизни. У меня это было. Но когда сейчас я об этом рассказываю, Я свидетельствую с дерзновением, Что раньше я думал, Что когда я беру пост, молюсь и пощусь перед Богом, То вокруг меня каменная стена. И успех гарантирован. Да, Бог, если мы смотрим на все посты в Библии, отвечает. Но во время поста, вспомните, что проходил Иисус. С кем он встречался? С кем, с кем? С самим дьяволом. Это было не просто машину, бампер поцарапал, неприятность. Это было не просто температура у сыночка. Нет, это было посерьезней. Когда это было? Во время поста. Здесь подобная ситуация. Когда люди собрались и постятся перед Богом, Атака дьявольская приходит в нашу жизнь. Здесь вывод очень простой. Пост – это трудно. Решиться – трудно. Уже решиться – это трудно. Когда решился сдержать свое слово, И до конца – трудно. А потом еще есть что трудно. А потом еще духовные атаки в твою жизнь, в твою семью. Это еще труднее. Пост – это трудно. Вот почему сегодня не так много кто постится. Вот почему сегодня такие примеры в Библии для нас написаны. Она постом и молитвою служила Богу днем и ночью. И это был не просто пост, не просто молитва. Это был стиль жизни. И Бог, и Библия называют это служением. А служение – это трудно. Служение – это трудно. У меня маленький опыт, но я скажу, служение – это трудно. Вот почему пост – это серьезный уровень, которому призывает нас Бог и Библия, чтобы мы обращали на это внимание. Но итог, 13 стих, Библия говорит, «Итак усмирены были филистимляне, и не стали более входить в пределы Израилевы». Как приятно закончить на хорошем. Несмотря на все трудности, все, что им пришлось пройти, но самое главное, в конце, в итоге, в конце концов, они все равно получили помощь от Бога, победу от Бога, помощь вовремя. Слава Богу за это! Вы знаете, что, подводя итог, следующая моя часть, мы должны были переходить к Новому Завету. Примеры поста в Новом Завете. Но на сегодня мы уже закончим нашу вторую часть, и рассмотрим это в третьей части. Но я хотел бы заканчивать каждый раз, что пост, вся идея, глубина поста – это Иисус. It's all about Jesus. В Новом Завете мы читаем, когда люди приходили и заставляли поститься, когда люди приходили и говорили, почему твои ученики мало постятся, а мы постимся, когда люди донимали, допрашивали Христа, заставляли брать пост, придумывали какие-то причины и нужды, сравнивали друг друга, кто с кем постится, то Иисус однажды поставил точку и сказал, дорогие друзья, пост – это тогда, когда меня нету. Пост – это тогда, когда меня нету. Но если я, Иисус, жених, нахожусь среди вас, то не надо поститься. Но как только жених, написано в Библии, будет отнят, отнят, Иисус Христос уйдет, тогда постись. В чем вся эта картина и смысл? Fasting – it's all about Jesus. Пост – все сводится только к Иисусу. Нету Иисуса – пост. Есть Иисус, значит, ты имеешь все необходимое в твоей жизни. Но Иисус, о нем можно слышать. О Иисусе можно знать. Иисусу можно молиться. Но Иисуса можно не иметь в жизни, не иметь рядом, не чувствовать его рядом, не разговаривать с Иисусом прямо, не иметь этого Иисуса, но знать об этом Иисусе, слышать об этом Иисусе. И большая разница – иметь этого Иисуса в своей жизни. если ты сегодня потерял Его присутствие, потерял эту жизнь, потерял с Ним связь, разговор, если в твоей жизни не хватает Иисуса, пост. Пост. It's all about Jesus. Fasting. It's about Jesus in your life. We need Him in our lives. Давайте мы сейчас склонимся перед Богом и помолимся Ему. Слава Богу за все. Аминь. 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 Продолжение следует...